МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире на Ворольской вещательной компании информационно-аналитическая программа «Объектив. Итоги». Какими основными событиями ознаменовалась прошедшая неделя в репортажах журналистов НВК? Из выпуска узнаете. Массово, задорно и спортивно встретили новоуральцы Лыжню России-2016. 13 и 14 февраля горожане вышли на старты у стрелкового тира и приняли участие в региональной гонке на трассах у центра Екатеринбург-экспо. А новоуральские туристы в День всех влюбленных и в честь Лыжни России отправились в поход на скалы «Семь братьев». Пять новых автобусов уже в этом году могут выйти на городские маршруты. Обновить автопарк планируют новоуральские автоперевозчики. В пятницу 16 классов сегодня уже в два раза меньше, закрыто на карантин. В Новоуральске наблюдается спад заболеваемости во всех возрастных группах. Однако о благополучной эпид-ситуации пока говорить рано. Сегодня отмечается 27-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. Митинг памяти прошел у памятника воинам-интернационалистам, а в храме во имя святого преподобного Серафима Саровского состоялась панихида. Уникальная сенсорная комната для детей и подростков открылась в Новоуральске. Здесь помогут справиться со страхами, избавиться от замкнутости и нерешительности, и не только. Современные материалы и технологии помогут подлечиться и просто получить удовольствие от игры. Минувшие выходные ознаменовались на территории России главным спортивным событием. Страна провела 34-ю массовую гонку «Лыжня России». Президент Владимир Путин направил приветствие участникам гонки. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля. Цитирую. «Сегодня во многих регионах страны десятки тысяч спортсменов, как профессионалов, так и любителей. Убежден, что именно такие, хорошо организованные, объединяющие огромное количество участников мероприятия, закаляют характер, способствуют продвижению в обществе здорового образа жизни, привлечению молодежи к занятиям физкультуры и спортом», – отметил глава государства. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в 72 регионах страны, в том числе и в Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвышев принял участие в старте любительской гонки на 2018 метров. Дистанция была выбрана в честь проведения в России чемпионата мира по футболу. Компанию главе региона составили председатель правительства Свердловской области Денис Паслер, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Леонид Рапопорт и другие. Ежегодно в региональных состязаниях участвует делегация от Новоуральска. Вот и на этот раз в областной гонке приняло участие около ста наших горожан. Возглавил делегацию Владимир Машков, глава округа, и сам лично вышел на старт. Съемочная группа НВК работала на региональной гонке. С места событий Никита Евсеев. «Жизнь – это спорт, спорт – это жизнь». В очередной раз этот девиз подтвердили более 20 тысяч екатеринбуржцев и жителей Свердловской области, собравшись на ежегодную Лыжню России 2016. Как это было, узнаете далее. В день проведения Лыжни России на главной областной площадке Екатеринбург-экспо парад участников принимал глава региона, который приветствовал собравшихся на праздники и поздравил уральцев с днем зимних видов спорта. Дорогие друзья, я сердечно приветствую вас на старте всероссийской массовой лыжной гонки Лыжня России. С каждым новым сезоном Лыжня России собирает все большее число участников. И сегодня на старт лыжных гонок по всей области выйдут более полмиллиона человек. Свердловская область на протяжении многих лет входит число тех регионов, где уделяется самое пристальное внимание развитию спорта. В этом году Свердловская область подключилась и к всероссийскому празднику дню зимних видов спорта. Желаю сегодня всем участникам Лыжни России отличного настроения, удачного забега. И пусть каждый, кто выйдет на старт, получит заряд бодрости и жизненной энергии. Открытие прошло торжественно и помпезно. В нем приняли участие творческие коллективы из всех управленческих округов региона. Свои номера показала группа поддержки автомобилиста, главной хоккейной команды области, в честь того, что 70 лет назад первая Свердловская команда впервые приняла участие в чемпионате СССР по хоккею. В этот день у Екатеринбург-Экспо на Лыжне России собралось большое количество народа, более 20 тысяч уральцев. Уже традиционно всей семьей это грандиозное мероприятие посетил председатель областного правительства Денис Паслер. Я хочу поздравить всю Свердловскую область и отдельно, конечно, всех новоуральцев с этим замечательным праздником. Новоуральцы традиционно принимают участие, как у себя в городе, так и на главной выставке в Екатеринбурге. Традиционно массово, спортивно. И за это хочу всем новоуральцам сказать огромное спасибо. Конечно же, для Свердловской области, когда более 500 тысяч спортсменов выходят 13-14 числа на этот старт, и ежегодно количество спортсменов растет, это говорит о том, что в Свердловской области спорт любят, спортом занимаются и уделяют очень много этому внимания. Действительно, лыжи – один из любимых видов спорта на Урале. Его любят и взрослые, и дети. В эти дни на лыжню встали люди разных возрастов и сфер деятельности. Среди них были и новички, и именитые спортсмены, и призеры Олимпийских игр. Вон шапочка, видите, 12-го года. Еще раньше у меня хотел приступать, как только первая мячалась на Урале России. Я участвовал в 2015 году и сейчас буду. Что для тебя лучше? Ну, это же спорт, здоровая жизнь. Здесь можно побороться, раскрыть самого себя. Серьезно начал заниматься этим видом спорта с 2003-го года. Ну, лыжня России где-то вот десятку. Начал еще в Нижнем Тагиле где-то с 2008-го. Первый раз пробежал. Я профессионально занимаюсь велоспортом. Я участвовал в зиме второй раз. Вообще, замечательная гонка. Кататься. Лыжо и весело. Лыжню надо каждый год проводить. Очень хорошо, что у нас она проводит. Жаль, что на Северном Кавказе мало снега. Мы тоже там обычно в горном районе проводим. Я думаю, что всем от малого до великого надо принять участие. Это очень хороший вид. Это здоровье самое главное. Потому что мне нравится, что они едут и быстро катаются. Ты сам хорошо катаешься? Да, хорошо. Кто тебя научил кататься на лыжах? Мама. Сколько веселых лиц, веселых глаз. Это действительно не просто какие-то лыжные соревнования. Это большой спортивный фестиваль. Праздник здорового образа жизни. Где может поучаствовать не только спортсмен. Это вообще не для профессиональных спортсменов мероприятие, а именно для людей, тех, кто просто решил хорошо провести время с пользой для себя и своей здоровью. Училище Олимпийского резерва привезло к экспоцентру даже тех своих воспитанников, которые занимаются совсем не зимними видами спорта и живут за пределами России. А в Свердловской области они на выездных сборах. Мы приехали из Донецка. Приехали на сбор по плаванию. Мы лыжами вообще не увлекаемся. Но нам пообещали, что мы будем кататься. Нам очень интересно, нам все нравится. Спасибо. Друзья России – это традиционное соревнование. Красочное, интересное. Конечно, это праздник спорта. И здесь объединены все возраста и все группы людей. Поэтому, конечно, такие соревнования проводить надо. Самое главное – это массовое здоровье. И каждый человек начинает понимать, что приочтеться к спорту никогда не поздно. Во-первых, сбежать людей. Но спорт – это жизнь, движение жизни. Ну, как можно чаще надо проводить, я думаю. Главным призом на дистанции в 10 километров был снегоход. Побороться за него могли все желающие. Но понятно, что такую серьезную дистанцию быстрее всех смогут преодолеть только профессионалы. У женщин первой к финишу пришла Анна Медведева из Полевского, которая поделилась секретом успеха и рассказала, как будет использовать суперприз – снегоход. А за один день в ее семье их стало два, так как ее супруг тоже стал чемпионом этой лыжни. В такие я не могла вообще близко даже приблизиться. А здесь не очень нравится. А снигогой будет здесь? Не знаю. Второй будет? Будем кататься. Для всех участников лыжи – это их все. Их работа, их хобби, возможность почувствовать скорость, прилив хорошего настроения, драйва. Тем более на такой хорошей площадке, как Екатеринбург-экспо. Это все. Это наша жизнь. Мы тренируемся, чтобы побеждать. Нужна хорошая. Трасса тоже. Интересно были организованы и площадки с забавами народов, населяющих Свердловскую область. Можно было покататься на собачьих купряжках, не совсем обычно поперетягивать канат, попытаться накинуть аркан на оленя. Около тонны полевой каши было сварено в военных столовых для участников и гостей лыжни России. Она пользовалась популярностью у всех собравшихся. Каша, как всегда, изумительная. Класс. Особый интерес всех средств массовой информации был прикован к ВИП-забегу на дистанцию 2018 метров. Эта дистанция была выбрана не случайно, ведь именно в 2018 году в Екатеринбурге пройдет чемпионат мира по футболу. В забеге принял участие губернатор Евгений Куйвышев, члены правительства, депутаты законодательного собрания и, конечно, глава Новоуральского городского округа Владимир Машков, а также представители наших городских ветеранских организаций. Все ВИП-лыжники отмечают, что такие праздники спорта должны проводиться регулярно. Второй день – праздник здоровья, солнца, снега. Традиционная уже лыжня России. Миллионы людей выходят на трассу. Я думаю, и после будут еще соревнования. У нас Кубок Урала в Новоуральске, плюс марафон наш знаменитый – Азия, Европа, Азия. Поэтому всем на лыжи здоровья, счастья, настроения. Настроение прекрасное, погода отличная. И вот в этой гонке первый раз принимаю участие в Екатеринбурге. После вчерашней Новоуральской, которая была тоже очень активная и хорошая, и здесь бежала с хорошим настроением и все прочее. В общем, вот в этом забеге я был пятый. Это, я считаю, для 60-летнего нормально. Приятное утомление небольшое после дистанции, но ощущения просто весенние. И очень приятно, что праздник вновь появился в Сиротской области в городе Екатеринбурге, и что выставочник Экспо стал действительно спортивным центром. А те мега события, которые мы здесь проводим, вот Лыжная Россия, как и в том, что это праздник востребованный, это видно по отношению людей. Я не видел здесь ни одного унылого лица. Снег прекрасный, погодой повезло. Катайся и катайся. У меня многие знакомые начали заниматься спортом, и том числе беговыми лыжами, потому что однажды съездили на Лыжную Россию, либо на Кросс нации. В Свердловской области Новоуральский городской округ всегда активно и массово проводят спортивные праздники. В декаде, приуроченной ко дню зимних видов спорта, в регионе поучаствовали более миллиона уральцев. Свердловская область на протяжении многих лет входит в число тех регионов страны, где уделяется самое пристальное внимание развитию профессионального и любительского спорта, формированию здорового образа жизни. И традиционная Лыжня России с каждым годом собирает все большее количество любителей, спортсменов, жителей Среднего Урала, объединяя всех нас и настраивая на победу, спорт и здоровый образ жизни. Никита Евсеев, Юрий Михалев, специально для программы «Объектив. Итоги». Отличная погода, хорошее настроение, здоровый образ жизни. Под таким девизом прошла Лыжня России 2016 и в Новоуральске. Более 8 тысяч горожан встали на лыжи на день раньше региональной гонки, 13 февраля. Участвовали новоуральские спортсмены, профессионалы и любители, взрослые и дети. Многие горожане пришли на лыжню всей семьей и приняли участие в семейных стартах. О самом массовом и зрелищном спортивном событии зимы в репортаже Альбины Бабковой. Новоуральская вещательная компания приветствует всех с Лыжни России. Сегодня Лыжня России – это не только главное спортивное событие зимы, но прежде всего это отличный повод приобщиться к здоровому образу жизни, провести время со своими близкими, со своей семьей и получить заряд отличного настроения и бодрости. С каждым годом все больше новоуральцев выходят на Лыжню России. В этот раз в самом массовом спортивном событии зимы приняло участие более 8 тысяч горожан. Солнце, свежий воздух, отлично организованные старты, удобная лыжня. Все это сделала праздник, а теперь Лыжня России – это настоящий городской праздник, незабываемым и полным приятных неожиданностей. И важный социальный аспект – то, что все выходят на это спортивное мероприятие, потому что проще вести здоровый образ жизни, чем потом тратить деньги на таблетки. Здесь взрослые дети, ветераны собираются вместе. Воедино можно пообщаться, увидеть друг друга, зарядиться бодростью и энергией. Поэтому замечательное соревнование, очень хорошо, что на Уральце с каждым годом все больше и больше в нем участвуют. Побегу обязательно, потому что сейчас будет старт, потом у меня там лыжи в машине лежат, пойду за лыжами и отдельно-отдельно пройду спокойно, потому что погода позволяет. И ради здоровья! Гонка для тех, кто младше 7 лет, выдалась самой эмоциональной. Не описать восторга, когда видишь таких вот малышей, упорно идущих на маленьких лыжах к финишу. Многие из них долго тренировались, чтобы принять участие в детском старте, а многие встали на лыжи впервые. Родители болеют за своих малышей, волнуются, пожалуй, больше самих ребят. На лыжне царит дух соревнований. Такая маленькая дистанция и столько эмоций. Самых юных участников трудно удержать на месте даже на минуту. Замечательно и то, что все ребята получили свидетельство участников соревнований и, что еще более важно, сладкие призы. Понравилось бегать? Да. А что понравилось? Кататься на лыжах. Ну, победили? Да. Я тоже катался. Мы были командой. Тебе нравится на лыжах? Да. А ты давно на лыжах стоишь? Да. А кто тебя учит кататься? Папа. Мы бежали вместе, это было здорово. Лыжи, это здорово! Только что завершился массовый старт на 1700 метров. Все новоуральцы, которые бежали эту дистанцию, финишируют в прекрасном настроении с зарядом положительных эмоций. На финише всех участников ждут поздравления, свидетельства участников и горячий чай. Кстати, многие отметили, что лыжня в этом году сделана очень качественно. Лыжи по ней легко скользят, и прокатиться по трассе – одно удовольствие. Глава Новоуральского городского округа Владимир Машков традиционно финиширует среди первых лыжников. Великолепный день, прекрасная погода, традиционный марафон наш, вообще российский. Сегодня, я думаю, миллионы соотечественников наших, от мала до велика, уже вышли, начиная с Владивостока, и выходят на трассы, чтобы всем было счастья, чтобы все стартовали, чтобы все возвращались домой, здоровья. Ну, у нас впереди еще очень много серьезных соревнований, Кубок Урала, и наш традиционный марафон, который будет здесь, на этой стартовой поляне, и все гости отмечают великолепную подготовку. Я сегодня в том числе убедился и на открытии, и продвижался по лыжне, что молодцы наши специалисты, поэтому всем огромное спасибо, ну и всех с праздником, здоровья. Мой образ жизни был нормальный, и все такое, вот мы, все у меня внуки бегали, и дети бегали, и сейчас все, так сказать, все поддерживаем. Меня поддерживают, и я вот все время каждый год, и каждый день, а сейчас тем более ушел на пенсию, не работаю, поэтому самое то. В первую очередь, детям показать пример, сынуля стоит у меня тут рядышком, так что на личном примере только. Хорошо, очень даже, такой заряд энергии, настроение приподнятое, и хочется всю жизнь двигаться, ходить, бегать, кататься на лыжах. Не нахожу слов, значит, хорошо прошли, очень хорошо организовано, все, довольны пробежкой, погода прекрасная, выходите все на старт. Отлично, вы традиционно принимаете участие? Да, ежегодно. Ну, это вот на моей памяти шестой. Все на лыжню России! Еще одна особенность лыжни России – это семейные эстафеты. Удивительно, сколько в новоуральских спортивных семей, которые встали сегодня на лыжи и прошли эту дистанцию. Все вместе, дружно и весело. Семейная эстафета проходила в несколько этапов. Мамы, папы и дети боролись за медали и сладкие призы. Многие принимают участие в лыжной гонке каждый год. Сегодня погода хорошая, и народ идет, и всем радостно, весело. А то, что с семьей можно сбежать? Это, конечно, хорошо. У нас четыре человека. Маленький на мне покатался, а все остальные сами будут кататься. Приятные впечатления. Хорошая организация, прекрасная погода. Приглашаем всех каждый год участвовать, всех заниматься новоуральцев спортом, лыжами. Прекрасные трассы. С каждым годом все лучше и лучше готовят. Все больше внимания уделяют развитию спорта и лыжного в том числе. Важно своим примером показывать подрастающему поколению, какой образ жизни нужно вести. Мы стараемся воспитывать в таком ключе своих детей. Лыжный спорт в почете у новоуральцев. На предшествующей главной лыжной гонке декаде лыжного спорта услугами лыжной базы воспользовались более пяти тысяч человек. Дружно выходили на лыжню трудовые коллективы и учебные заведения города. 610 сотрудников детских садов. 900 работников управления образования. Более тысячи учащихся новоуральских школ. Не отстаются в стороне от взрослых и юные новоуральцы. За первые дни декады почти тысяча воспитанников детских садов прошли лыжную дистанцию. Зимний праздник лыжного спорта подошел к концу. В следующем году мы вновь дружно встанем на лыжи с девизом «Быстрее, выше, сильнее». Альбина Бабкова, Николай Ларионов и Антон Пылаев. Специально для программы «Объектив. Итоги». Особенность лыжни России 2016 заключалась в том, что в рамках проведения спортивной гонки все желающие могли сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне». Продолжит Евгений Гурин. На базе стрелкового тира на улице Ольховой собралось большое количество любителей лыжного спорта. В рамках проведения соревнований у новоуральцев была возможность сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». 150 человек разного возраста приняли участие в спортивном забеге. Из них 31 претендовали на получение значка ГТО. На данный момент специалисты из спортивного клуба «Кедр» обрабатывают результаты для присвоения участникам одного из трех знаков отличия. Какие значки получат науральские спортсмены, узнаете в среду из нашей еженедельной программы «Объективно о спорте». Евгений Гурин, Антон Пылаев, Новоуральская обещательная компания. У самых активных, любящих природу и здоровый образ жизни новоуральцев в эти выходные была возможность не только поучаствовать в лыжной гонке, но и побывать в пешелыжном походе на скалы «Семь братьев». Его ежегодно организует Новоуральский клуб туристов в честь проведения «Лыжни России». Еще одна замечательная традиция у новоуральцев, которые любят свежий воздух, походы и окрестности нашего города. Массовый пешелыжный поход на скалы «Семь братьев» прошел в этом году уже в 25-й раз. «Это общение своих единомышленников, туристов, встреча с теми людьми, которыми давно я не видел. Ну и самое главное – это единение, наши души, общение с природой». Я пришел получить какую-нибудь дозу позитива, повеселиться, поучаствовать в конкурсах, получать жетоны и зарабатывать шоколадки. «Так сказать, тут лес далеко от города, нету запахов лишних. Здесь хорошо, чистый воздух, горы, всякие конкурсы и дают даже призы». Трудно поверить, но когда начиналось все четверть века назад, в походе приняли участие несколько десятков человек. В этот раз кала «Семь братьев» посетили порядка 700 горожан. «Когда работаешь каждый день в офисе, не хватает чего-то энергии девать. Обычному человеку, в общем-то, некуда. Поэтому это такая форма самовыражения, это возможность проявить себя, дать волю чувствам, стрессу. Потому что именно наша природа, она уникальная. У нас есть возможность каждые выходные, каждые недели куда-то выбираться, куда-то ходить, изучать что-то новое». «Почти под снегом». «Нормально, нормально». «Конечно, зато спокойно». «Уверенность, да?» «Конечно». Конкурсы, развлечения, туристические этапы и, конечно же, костер и горячий чай. Отличный день не только для профессионалов, туристов, но и для тех, кто готов приобщиться к туризму. Такие походы – это движение, а движение, как известно, жизнь. Пеший лыжный зимний поход на «Семь братьев» стал отличным подарком для городского туристического клуба, который отмечает в этом году свой 60-летний юбилей. Альбина Бабкова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. «Туризм – это не какая-то зараза, не какая-то болезнь, это образ жизни». К другим темам. Сегодня отмечается 27-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года командующий 40-й армией Борис Громов последним перешел по граничную реку Амударья и заявил, что за его спиной не осталось ни одного советского солдата. Сегодня в честь памятной даты в Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» состоялся торжественный митинг с возложением цветов. К жителям региона обратился губернатор Евгений Куйвышев, отметив, что сегодня в Свердловской области проживают свыше 35 тысяч ветеранов интернациональных конфликтов, около 5 тысяч инвалидов боевых действий, около 4 тысяч членов семей погибших воинов. Им оказываются все меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством. Решаются проблемы с жильем, лечением и реабилитацией, образованием, профессиональной переподготовкой. Губернатор высказал глубокие слова благодарности воинам-интернационалистам за их содействие в патриотическом воспитании уральской молодежи, повышении престижа воинской службы в целом. В честь дня вывода войск из Афганистана в Новоуральском свято-серафимовском храме сегодня утром прошла по нехидам, по воинам, погибшим в локальных конфликтах. Они живы, потому что их помнят. Они живы, потому что давно с Господом. И все же от количества имен мороз по коже. Нет горше боли, чем та, что от изворотливой амнезии властей. Нет сильнее горя, чем горе родителей, переживших своего ребенка. И нет сильнее чувства вины, когда ты выжил, а десятки, сотни таких же, как ты, не поднялись с того поля боя. И даже твои дети сейчас старше твоих погибших на чужбине друзей. Официально 27 лет назад, 15 февраля, покинули афганскую землю последние советские войны. И уже не первый год комитет солдатских матерей и ветераны Афганистана приходят в этот день на панихиду, свято-серафимовский храм. Церковь сугубо молится за воинов, за погибших на полях сражений, за погибших на свою родину. Давайте вспомним Евангелие, слова Христа. Нет больше той любви, если кто отдаст свою жизнь за своих друзей. Если смотреть более широко, то кто отдаст жизнь за своего ближнего. И погибшие во время войны, во время любых войн, за свое Отечество, именно отдали свою жизнь из любви к тем, кто остался жить, из любви к тем, кого они защищали. То есть эти люди выполнили главную заповедь Христову – любить своего ближнего. Сыновья рабочих, колхозников, сыновья обычных простых родителей, жители маленьких городков, сел и деревень. Каждый пятый вырос в неполной семье. Таков официальный портрет советского воина, погибшего в Афганистане при выполнении воинского долга. По официальным данным, их было около 15 тысяч человек. Больше половины из них – молодые солдатики в возрасте до 20 лет. Ольга Бертье, Павел Сизов, Новоуральская обещательная компания. Митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов, прошел сегодня и в Новоуральске на Аллее молодежи. Подробности в сюжете Евгения Гурина. На Аллее молодежи собралось большое количество горожан, которые так или иначе имеют отношение к войне в Афганистане. Здесь были и сами участники локального конфликта, родственники погибших, ребята, занимающиеся в военно-патриотических клубах, первые лица города и просто жители Новоуральска, пришедшие в этот день, отдать дань памяти всем тем, кто не вернулся с этой страшной войны. Сегодня наше мероприятие началось в церкви. У нас там состоялась панихида по убиенным, по погибшим, умершим ребяткам, которые не вернулись с армии домой, которые умерли после того, как уже, значит, конечно, День памяти воинов-интернационалистов, правильно сейчас он называется, ранее он был День вывода войск, но День памяти воинов-интернационалистов, мне кажется, это правильное название, потому что отдавая дань памяти погибшим, умершим, мы тем самым помним наших сыновей, наших ребят, на трех кладбищах наши ребятки, на все три кладбища заедем, помянем, там ребят, значит, возложим цветочки, и потом возвращаемся в наш офис, ну, как бы небольшой чай пить и делаем поминальный обед. У нас есть книга «Наша память и боль», куда вошли 41 человек, 42-й уже после книги, Алеша Засов уже позднее погиб. Много теплых слов было сказано с импровизированной трибуны, не только главой города и гостями мероприятия, но и теми, кто непосредственно исполнял интернациональный долг в Демократической Республике. Афганистан. Я служил в Афганистане в период 85-87 год, ну, вернее, призвался в 85-м году, а в Афганистан я зашел 6 февраля 2086 года. И вышел я не сороковой армией, а по окончанию срока службы, то есть нас на транспортных самолетах с Шинданта перевезли в Ташкент, а потом мы уехали по домам. Годовщины и выводы мы всегда отмечаем, потому что каждая война, видите, заканчивается чем? Либо победой, либо выводом. У меня было ранение боевое, ну, вот, вероятно, в связи с этим был награжден. Хе-хе-хе. Ну, конечно, это была тяжесть, поскольку каждая семья, у кого подрастали ребята, боялись, чтобы они не попали в Афганистан, поскольку, к сожалению, мы теряли молодые жизни, и больше 15 тысяч наших ребят погибли на Афганской войне, больше 200 тысяч были ранены и контужены. И, в первую очередь, конечно, хотелось, чтобы никогда больше ни наши дети, ни наши внуки не воевали, значит, не отстаивая рубежи своей страны или участвуя в локальных конфликтах, выполняя, значит, очень серьезные задачи. Мы должны помнить подвиг и все, что сделали ребята на этой войне, поскольку нет правильных войн, неправильных, есть воинская присяга, есть воинский долг. Как говорит народная мудрость, они живы, пока мы о них помним. Так что давайте не забывать о тех парнях, которые, приняв присягу, до конца исполняли приказы своих командиров, и благодаря которым мы сейчас можем жить в мире и спокойствии. Вечная вам память, пацаны. Евгений Гурин, Антон Пылаев. Новоуральская вещательная компания. Новоуральская вещательная компания продолжает мониторить ситуацию с заболеваемостью. 185 случаев свиного гриппа на 11 февраля, из которых 22 с осложнением пневмония. Таковы последние цифры по эпидемической обстановке в городе. На внеплановом заседании санитарно-эпидемической комиссии в пятницу руководители городских предприятий отчитывались по проведенным противоэпидемическим мероприятиям. 1866 случаев заболеваний по гриппу и острыми респираторными вирусными инфекциями за текущую неделю. Показатель составил 198 случаев на 10 тысяч населения. Всего за пять календарных недель 2016 года зарегистрировано 5622 случая. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с этим в городских поликлиниках организованы дополнительные врачебные приемы силами врачей узких специальностей. Зарегистрировано 94 случая заболевания вне больничными пневмониями. Показатель заболеваемости составил 99,9 на 100 тысяч населения, что в два раза больше аналогичного периода 2015 года. Что касается вируса гриппа АН1Н1, то на территории Новоурайского округа зарегистрировано 185 лабораторно подтвержденных случаев. Из них 22 с пневмониями. 14 заболевших свиным гриппом были привиты. 139 человек проходят лечение в стационаре. В связи с этим, как сообщают медицинские работники, в стационаре путем перепрофилирования организованы дополнительные места. Так, в инфекционном отделении сейчас организованы 95 коек вместо 65. Кроме того, приостановлена плановая госпитализация пациентов во все отделения стационара. Безусловно, это не касается тех больных, для которых отложенная госпитализация приведет к ухудшению состояния здоровья. Это плановые какие-то операции. Там, где мы не можем перенести срок осуществления этой операции, проведение планового химиотерапевтического лечения больных с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Значит, у нас на 11 февраля имелись заносы, вот за этот месяц, стационарное отделение. Но их было немного, благодаря тому, что вот эти все-таки мероприятия мы ввели в оптимальные сроки. Медики еще раз акцентируют внимание на том, что посещения больных в стационаре запрещены. Нарушение этого запрета может привести к попаданию инфекции в стационар. Через реанимационное отделение с тяжелыми формами гриппа и ОРВИ прошло 5 пациентов, в том числе один ребенок. В настоящее время одна женщина находится на искусственной вентиляции легких. Врачи борются за ее жизнь. По количеству госпитализированных это 139 человек, 74 взрослых, 65 детей и, как уже Наталья Юрьевна сказала, 22 человека с пневмонией. На санитарно-эпидемическую комиссию были приглашены руководители городских организаций, чтобы отчитаться о состоянии эпид-обстановки на своих предприятиях, а также о том, какие меры принимаются для профилактики гриппа и респираторных инфекций. К сожалению, многие руководители проигнорировали просьбу главы администрации округа и на комиссию не явились. Самые же ответственные – представители Уральского электрохимического комбината, водоканала, детской художественной школы и ряда других предприятий доложили о том, что на предприятиях проводится ежедневный мониторинг количества заболевших. Работники обеспечены индивидуальными средствами защиты, а также проводятся дополнительные мероприятия по дезинфекции помещений. Средства, закупленные индивидуальной защитой, маски – это те группы, которые имеют контакт с массовым количеством людей. В принципе, все дополнительные меры имеют положительный эффект. На текущий момент 4 человека болеют из 321 работающего с диагнозом ОРВИ. У нас 517 человек работает в Новоуральске. Общее количество заболевших за январь, за февраль, за февраль еще пока нет. В статистике 30 человек, именно ОРВИ и гриппом. Количество дней недоступности – 316. Ежедневный контроль заболевавших. И в плане мероприятия основное приказом введенное правило – человек с признаками заболевания до работы не допускается. Хоть прогнозы дела неблагодарные, представители ФМБА все же отметили – несмотря на то, что эпидемия идет на спад и количество, вновь заболевших с каждым днем уменьшается, речи об отмене ограничительных мероприятий в городе пока не идет. И в ближайшие пару недель все же стоит поберечься, избегать мест скопления большого количества людей. Альбина Бабкова, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. В продолжении темы давайте наглядно посмотрим, как спад заболеваемости отразился на детях. 8 февраля в понедельник в связи с ОРВИ гриппом в новоуральских школах был закрыт 51 класс. Болели 18% дошколят. Во вторник 9 февраля закрыто 52 класса. В среду 10 числа полностью сняли с карантина городскую гимназию. И классов, находящихся на карантине, стало меньше почти в два раза. 22. 11 февраля в четверг оставалось закрыто 18 классов. В дошкольных учреждениях процент заболевших немного снизился и составил 14,5%. В пятницу 12 февраля было закрыто на карантин 16 классов. На сегодняшний день закрытыми остаются классы в 40, 48, 54 школах и 56 лицее. Всего 8 классов. Среди дошкольников продолжают болеть также 14,5% малышей. На днях состоялась масштабная проверка технического состояния автобусного парка нашего города. В течение двух дней межведомственная комиссия с участием представителей ГИБДД, депутатов Думы и специалистов городской администрации изучала, в каком состоянии находится общественный транспорт. Это необходимо для принятия решений о приобретении новых автобусов. Тему продолжит Антон Сапогов. С 1 января наш муниципалитет заключил новый договор на автоперевозки с простым товариществом «Авангард». В его состав входят пятеро индивидуальных предпринимателей и компания АСТ. Все они и раньше работали на городском рынке пассажирских перевозок. По новому договору изменились требования к техническому и даже к эстетическому состоянию автобусного парка. Были повышены критерии безопасности и удобства для пассажиров. Смотрим техническое состояние транспорта, чтобы работали все осветительные приборы, другие, то, что необходимо работать. Мы смотрим состояние салона. В салоне смотрим та информация, которая должна быть обязательно размещена. Это информация о перевозчике, правила перевозок, информация о договоре страхования. Смотрим состояние кресел, то, что идут жалобы жителей, в основном, что там рваные сидения и так далее. Что будет по результатам проверки? То есть будет порядка 70 единиц автобусов обследовано полностью, все, кто работает у нас на маршрутах. Дальше мы составим, определим те технические неисправности, которые есть, установим срок по их устранению. А больше всего цель работы в том, чтобы понять состояние нашего автобусного парка и подготовить график по его обновлению. Уже сегодня обсуждается вопрос о том, что город готов выделить уже субсидии для того, чтобы перевозчикам помочь обновить автобусный парк. Речь сегодня идет пока по обновлению пяти автобусов. Дальше уже на пятилетний период будем составлять график и поэтапно его реализовывать. С инициативой провести обследование состояния автобусов выступили сами автоперевозчики. И они же предлагают муниципалитету поучаствовать в софинансировании приобретения новых автобусов. Автобусный парк постепенно устаревает, техника все чаще ломается, а собственных денег на покупку новых автобусов у автоперевозчиков не хватает. Сегодня стоимость проезда в автобусе держится на уровне 16 рублей, а по всем экономическим выкладкам перевозчиков она должна быть 22 рубля с одного пассажира. Но областные власти не дают повышать цену билета, и перевозчики едва сводят концы с концами. Большинство автобусов достались нам, мы их выкупили в УАТе. То есть автобусы не новые, 2004 года, требуют замены. Транспорт в обслуживании очень дорогой, потому что он иностранного производства. И мы предложили инвестрации рассмотреть вопрос оказания нам помощи при введении пассажирского транспорта именно отечественных производителей, для того, чтобы нам уменьшить экономические затраты при перевозке пассажиров. Потому что стоимость 16 рублей, 3 года не менялась, и соответственно нам уже тяжело производить ремонты данного транспорта, потому что запчасти растут, и несоизмеримые затраты на этот автобус выходят. По экономическим показателям данный автобус, мы предлагаем пасс 32-04-14 вектор, он по экономическим показателям более эффективен для нашего города и позволит нам хоть как-то выживать при стоимости 16 рублей. Вот эти 16 рублей, они 16 рублей делятся только на зарплату, на ГСМ и на ремонт. Все. То есть у нас нет, как бы мы не видим дальше перспективы развития этого бизнеса, потому что деньги только уходят на зарплату, и при том зарплату мы 3 года не повышаем, мы не можем повысить при существующей стоимости проезда зарплату. Хотя на сегодня все автобусы, выходящие на городские маршруты, находятся в исправном состоянии, техника стареет и требует замены. У некоторых единиц автопарка процент износа приближается к 70. Это еще не критично, но все равно много. Ну я думаю, что, наверное, процентов 70 уже не отходили, скажем так, тот положенный километраж, который они должны пройти. То есть, соответственно, надо уже думать вопрос о замене таких автобусов на более новые. Требования по безопасности, да, они попадают. У нас не определено законодательством, значит, наличие какого-то ограничивающего километража, значит, соответственно, если он исправен, то он может эксплуатироваться в дальнейшем и осуществлять перевозки. Необходимо помогать. Дело не в ООО, а дело в наших непосредственных потребителях этих услуг, в наших жителях города. То есть мы помогаем не ООО, мы повышаем качество услуг для наших жителей. Как это сделать? Ну, варианты есть, они опробованы. Субсидии, видимо, субсидии какие-то. Естественно, долевое участие, это должны вкладываться ООО, ну, возможно, помощь бюджета. На сегодняшнюю дату не готовы, мы сказать стопроцентно, что это возможно. Но, значит, мы на этом не останавливаемся, мы изыскиваем всевозможные пути для удовлетворения потребностей наших жителей, да, по повышению качества услуг путем изыскания возможностей субсидирования вот нашего предприятия-перевозчика. Депутаты городской думы также не остались в стороне от проблем автоперевозчиков. Со своей стороны они готовы помогать в деле обновления автобусного парка. Удобство и безопасность для пассажиров не может их не волновать. К этому вопросу подойдем и рассмотрим. Лично я буду инициировать и предлагать депутатам комиссии по ЖКХ и транспорту, да, включиться в эту программу. Посмотрите, наши прогрессивные территории, тот же Екатеринбург, нашу столицу, где администрация Екатеринбурга изыскивает все-таки средства, пускай даже это сейчас нам очень тяжело, да, они обновляют подвижной состав. Я думаю, что в тех условиях рынка, когда сейчас проезд стоит 16 рублей и перевозчики просто сводят концы с концами, да, когда сейчас у нас на носу увеличение платы за энергоносители, да, тоже на носу. И просто в таких условиях мы понимаем ту тяжесть, которую они несут и испытывают на себе. Я думаю, что депутатский корпус поддержит, во-первых, эту ситуацию и их предложение по софинансированию. Уже сегодня ведутся переговоры между администрацией и перевозчиками о покупке пяти новых автобусов для работы на городских маршрутах на условиях софинансирования в 2016 году. Антон Сапогов, Юрий Михайлов, Новоуральская обещательная компания. Все для развития детей. Презентация нового оборудования для работы состоялась в пятницу в Новоуральске. В Центре диагностики и консультирования открыли уникальную сенсорную комнату. В чем ее особенности, расскажет Наталья Ребрищева. В торжественной обстановке почетные гости и работники Центра диагностики и консультирования открыли уникальную комнату. Это сенсорная комната. Здесь каждый уголок, каждый метр кабинета оснащен оборудованием. При занятии можно развивать речь, моторику, мышление, снимать страхи, стрессы, какие-то эмоциональные напряжения. То есть это все можно сделать в одном занятии, но, конечно, под руководством психолога. То есть психолог выбирает воздействие разных стимуляторов, как бы составляет индивидуальную программу, и уже можно получить эффект тонизирующий, можно получить эффект расслабляющий, релаксирующий, можно восстанавливающий. Аква и песочная терапия, релаксационная комната, тактильные тренажеры и сухой бассейн. Такая комната стала реальностью благодаря неравнодушным специалистам Центра диагностики и консультирования и городской администрации. 300 тысяч рублей на создание сенсорной комнаты были выделены из городского бюджета. У Центра диагностики и консультирования здесь много хороших дел делается, правильных для того, чтобы здоровье наших детей приводить в порядок. И была такая идея. Но, как всегда, не хватало средств. Слава Богу, что все у нас сложилось, и средства нашлись, и великолепная реализация. Я посмотрел, конечно, для детей. Здесь это такая сказка и такой неподдельный интерес. И для детей, и для взрослых. Самое главное, что занятия и совместные родители с детьми. Поэтому, я думаю, она будет очень востребована. Мешучек там. Два мешучка. Сейчас потрогаешь их. Потрогай. Ой, что там? Твердый. Твердый? Ну-ка, потрогай, что там. Ой, твердый. Нет. Не твердый? Мягкий? Нет, на шляпу не. Открывать не будем, да? Ну-ка еще подержи. Мягкий. Мягкий. Сразу после почетных гостей первыми посетителями комнаты стали дети. Занятия начались. Каждому ребенку здесь индивидуальный подход. Упражнения рассчитаны на разные стимуляторы. Тактильные, зрительные, слуховые. На занятиях можно развивать речь, моторику, мышление. И даже снимать стрессы и эмоциональное напряжение. Наша съемочная группа на себе попробовала все виды занятий. Мы приехали накануне до официального открытия. Эту комнату могут посещать и малыши, и дети постарше, и даже взрослые. Но лучше всего, если ребенок работает в паре со взрослым. Ну, а сегодня тоже, можно сказать, мы работаем в паре. Рисовать психологи с детьми стали примерно с 2010 года. И оказалось, что быстро снимается тревожность, уходят страхи у детей. И очень легко развивается воображение. Это настоящий песок? Да. Берем и солим. Убираем. Аккуратненько снимаем. Я сейчас сотру ваш рисунок. И просто нарисовать то, что сейчас хочется. Всеми, наверное, любимое детьми это дом. И даже с дверью. В этом доме живут счастливые люди? Да. 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 И можно поговорить о том, что здесь происходит, и когда ты бываешь счастливым. И можно очень быстро поменять рисунок. Давайте какой-нибудь страх нарисуем. Правда страшный страх? Да? Пугающий. Давай посмотрим, что с ним будет, когда мы его подсветим. Он такой же пугающий? Как мультик уже стал. Как мультик стал, да. Он же не настоящий. Вот так можно снять самый жуткий страх у ребенка. Нарисовать его и тут же превратить в смешную, яркую историю. Сенсорика – удивительная наука, позволяющая с помощью непосредственного восприятия добиваться результатов. От малой фигуры до картины на песке. Благодаря трафаретам первый опыт сразу успешен. Свои плоды дает и акватерапия. Здесь рисуют красками на воде. Именно на воде. А после рисунок переносится на чистый лист бумаги. Продукт эстетического творчества уже через пару минут можно забрать с собой в виде подарка. Кстати, выбранный для рисунка цвет говорит о внутреннем мире человека. К примеру, фиолетовый цвет творческих людей. Релаксационная комната у детей тоже вызывает неподдельный интерес и живые эмоции. Вода помогает преодолеть стрессовую ситуацию, отключиться от проблем и суеты. Главная цель – это снятие мышечного напряжения и психоэмоционального напряжения. И если говорить символически, здесь успокаивающая и красивая пища для глаз и для ушей. Здесь есть и лепка только не пластилином, а космическим песком. Он некоторое время держит форму, а после раскрывается и рассыпается в руках, как живой продукт. Детям очень нравится. То есть все их фигурки, весь их страх, в принципе, он рассыпается у них в руках. И становится не таким страшным. Становится более веселым и интересным. Вот, вот, сам. Избавиться от страхов, комплексов, зажатости или внутренней тревоги можно в сенсорной комнате. Современные игровые комплексы есть во многих торгово-развлекательных центрах. Развивающие программы есть и в образовательных учреждениях. Но особенность сенсорной комнаты именно в том, что дети не просто получают удовольствие от проведенного времени и развиваются, а с ними вместе находятся педагоги-психологи, которые в игровой ситуации выявляют проблему и тут же ее решают здесь и сейчас. Наталья Ребрищева, Дмитрий Дедюхин, Павел Сизов. Новоуральская вещательная компания. Сегодня по народному календарю встретились зима и лето, холод и тепло. Считалось, что с этого дня морозы уже идут на убыль. Считалось, какая погода на 15 февраля, такая будет и весна. А у православных сегодня большой праздник – Сретение. По церковному календарю Сретение завершает рождественские праздники, которые прославляют рождение Иисуса Христа. Верующим следовало сегодня побывать на службе в храме и вообще провести день благочестиво. Значение праздника – это нам напоминание о том, что мы тоже искали в жизни Христа, в нашей земной жизни, и встретили Его здесь еще при нашей земной жизни, на земле. Потому что святые отцы говорят страшные вещи. Если мы здесь, в земной жизни, не встретим Христа, то там уже, в будущей вечной жизни, мы Его там не встретим. Стало быть, вот и рай, и ад начинаются здесь, на земле. Если мы здесь Христа встретим, значит, рай для нас начнется здесь уже на земле. И стало быть, мы, когда отойдем в мир иной, мы уже будем со Христом. А что значит встретить Христа? Это значит впустить Христа в свое сердце, в свою душу. А чтобы впустить Христа, это значит, нужно свое сердце очистить от скверны. В том числе и от зависти, и от жадности, и других страстей, которые гнездятся, как змеи, гнездятся в нашем сердце. Они жалят в наше сердце, в нашу душу. Всех поздравляю, всем благ, душевного, телесного здоровья, и, конечно же, спасения. Спасибо всем Господи. В завершении выпуска небольшое объявление. В эту среду, 17 февраля, в Центральной публичной библиотеке, на площадке научно-просветительского центра «Атомграды России» пройдет уникальное событие – День Белоярской атомной электростанции в Новоуральске. В ходе визита специалисты проведут презентацию предприятия, познакомят новоуральцев с талантливой молодежью и заслуженными ветеранами Заречного. Организаторы приглашают всех горожан к 14 часам в библиотеку на фронте 13. На этом выпуск информационно-аналитической программы «Объектив. Итоги» подошел к концу. Будьте снова в Уральской вещательной компании и будете в курсе событий. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин